Александр Цегельник, ну как он, я так понимаю, со всех сообщений и информации он должен у нас выступить организатором непонятного действия 6-го числа, то мое вообще знакомство началось где-то с ним где-то в 15-м году. Я встретил пост в фейсбуке, где он выступал против действующей власти и я его там поддержал, как бы в посте, да, он написал, что да, есть вопросы к действующей власти, в ее действиях, в отношении к атошникам, но в тот момент я не так глубоко разбирался в политике, потому что позже оказалось, что Александр Цегельник работает на одной из политических сторон и как бы за деньги, то есть идеи там мало. И вот, особенно в 17-м году, особенно я с ним пересекся уже в 17-м году, я пришел с войны, последняя моя горячая точка, где я принимал боевые участия, это было село Водяне, я приехал с войны, и мне друг, ну, как бы для первых пару месяцев дал работу, чтобы я смог немножко ассимилироваться в обществе, он дал мне работу большевике охранять базу отдыха. Ну, я взял туда 4 бойца, которые также со мной были в горячих точках, и мы начали охранять данную базу, условием было, если что, в случае захвата рейдерского данной базы, мы должны были набирать наших сотоварищей и принимать определенные действия. Но вторая сторона, которая, как бы, конфликтная в данном вопросе финансовом, которая делила тоже эту базу, они заселили в один из домиков, данной базы, которую мы охраняли, заселили айдаровцев, которые там показывали, немножко дебошили, показывали свою силу, как бы, ну, чтобы их боялись и к ним не сунулись, то есть, как бы, вторая сторона конфликта тоже наняла атошников, которые мышцами светили. И, я так понял, чуть позже нам сообщили о том, что приедут люди, которые должны с ними разобраться. Нас просили не вмешиваться, и у нас интереса не было вмешиваться, мы выполняли свою работу, должны были получить свою зарплату, и, ну, как бы, у нас не было интереса принимать особо большого, ну, особо большого интереса не было принимать конфликт, конфликте участия. И через время, как нами говорили, приехало около 8-9 машин, и приехали к этому домику, где эти айдаровцы проходили реабилитацию. Мы взяли этот домик в окружение, ну, именно я со своими парами, со своими бойцами, взяли в окружение этот домик, чтобы не пострадали никто из мирных отдыхающих, и наблюдали за тем, что там происходило. То, что происходило, вызвало у меня лично много вопросов, хотя не должно было вызвать, потому что я просто нанятый человек, не должен был в это вмешиваться, и я не вмешивался, но что я видел? Приехал цигельник, приехал с, как я понял, с сатошниками, приехали чечены, приехал Адам, чечен, тоже со своими людьми, и они начали избивать айдаровцев, и в ходе их избиения, они также сделали обыск у них и забрали оружие. Я видел, забрали снайпер, снайперскую винтовку американскую хорошую, забрали ружье, еще какое-то оружие, я не помню, что там еще за оружие было, но оружие хорошее, боевое, с патронами, патроны были и к снайперке, и к ружью, и они забрали это оружие, но опять же, в чем вопрос был, какое имели право люди, не воевавшие, не имеющие к войне никакого отношения, я за чеченов и цигельника, его людей, трогать военных, какое они имели право забирать оружие, на которое, опять же, кроме оружия, там были еще документы, документы с печатью, с УМВС, там Киева, еще чего-то, какого-то областного, какой-то области, то есть это были оружия с разрешением, которое они просто забрали себе. Конечно, возникает вопрос, что это оружие делало на мирной территории, среди людей отдыхающих, но, извините, это оружие нигде не стреляло, но оно было забрано, по беспределу. Позже я также был, я видел, что они похитили около пяти человек и вывезли на фургоне, где-то в поле этих людей. То есть, когда мы слышим о том, что как цигельник за правду борется, какой он честный, задайте ему вопрос, к чему было воровство оружия законного у людей, которые воевали, к чему было избиение этих людей, к чему было похищение людей. Также, ну, я думаю, у силовиков возникнет вопрос, и к цигельнику. То, что в Чернобайске взяли оружие, это как раз вот это было оружие ворованное у атошников. А чеченцы, да, то есть за них был внесен залог, не помню, то ли полтора ляма, то ли лям. Это были деньги, которые были взяты у фирмеров, которых цигельник же опять со своими людьми качал на деньги. И за эти деньги они расплатились судом. Я знаю точно, что от 40 до 60 тысяч, где-то от 40 до 60 тысяч долларов было взято в одного с фирмеров на данные машины. Также само... Ну, как бы, в тот момент, когда они похитили этих хайдаровцев, они так же самое уже в тот момент сотрудничали с фирмерами. И они, кстати, запугывали фирмеров нами, добровольцами. Они запугывали... Не было никакого ответа. Ну, то есть люди беспределят, люди кого-то запугают нам, нами зарабатывая деньги. Мы не знали, как дать достойный ответ. Информационно куда-то выходить, но обращать внимание на всякую шушель тоже неправильно. Силовым методом действовать, чем мы тогда лучше их? Ну, Чечен сказал о том, что он воевал в батальоне шейха Мансура. Я виделся с людьми с батальона шейха Мансура в Широкино. Они там выполняли свои боевые задачи. Я выполнял свои боевые задачи в составе 8-го батальона Арата. И Адама я там не видел. И когда я звонил на передок, спросил за Адама, они мне сказали, что... Это человек, который побоялся взять оружие в руки и воевать. Или за свой народ, или за Украину. Сыгельнику захотелось взять реванш, зайти в районную раду Олешек, поднять там кипиш какой-то. Мы опять все собрались. Опять атошники, воевавшие, не наиграны. Все до одного были в АТО. Все пришли перед Олешками, чтобы не допустить беспредела внутри этого государственного здания. И когда он уже пытался прорваться, это было уже спровоцировано с его стороны драка, они все выгребли. Они выгребли. И первый звонок, кому они пожаловались о том, что они выгребли, это был Райторовский. Он человек, который не воевал, который не был даже в армии. Он откосил просто по справке, что он дурачок. И он возглавил атошников, которые как бы атошники, но извините, чем эти атошники занимаются? С чеченами. Чечены барыжат наркотой. Эти атошники вырубают лес. Делают наезды на фермеров, отжимая у них деньги, имущество. Они приезжают и сбивают атошников, отбирая у них имущество и оружие, которое является законным. И он орет о справедливости. Он кричит о том, что он за справедливость, о том, что он за атошников, он за воевавших, он еще за кого-то. Этот человек просто выступает за бабло. Выступает за бабло. И я думаю, даже 6 числа это будет просто отработка денег, которые уже на данный момент ему уплачены. Вот мне тоже, кстати, удивляет. Он постоянно говорит о справедливости, о своих хороших делах. Расскажи людям, пожалуйста, расскажи людям, что возле тебя делали чеченые наркодилеры. Вот реально. Почему ты про это постоянно молчишь? Почему ты этого молчишь? Почему ты это не оглашаешь людям? Что возле тебя делали наркодилеры? Что возле тебя делали люди, которые избили атошников и забрали оружие? Люди, которые не были в ато. Поэтому, поливая грязью других, зарабатывая на этом дивиденды, политические и финансовые, это очень низко и очень круто. У меня все.